Вот один задает вопрос, бой будет? Хороший вопрос, на который я не могу ответить, начиная уже где-то с 10 марта, наверное. 10 марта у меня нет ответа на этот вопрос, будет бой или нет, где будет бой и вообще будет ли. Некоторые говорят, мне надо улететь. У меня вопрос к ним, куда мне улететь? В Америку, в Америке нет турнира. В Абу-Даби, в Абу-Даби тоже нет турнира. В Европу тоже нет турнира. В России нет турнира. Куда мне улететь? Некоторые говорят, что мне надо сесть на самолет и улететь в Америку. У меня к вам вопрос, зачем мне в Америку летать? Для чего? Если там нет турнира. Кто-нибудь может мне ответить, куда мне надо улететь? А то читаю комментарии, читаю новости. Я уже сам устал от этого Хабиба. Отвечаю уже столько. Куда бы ни зайди в любые новостные порталы и так далее. Везде пишут. Боя не будет. Хабиб этот сказал. Хабиб тот сказал. Ребята, я начиная с декабря месяца, ну если быть точнее, с конца декабря месяца я нахожусь в боевом режиме, так скажем. Я утром-вечером тренируюсь, готовлюсь физически, ментально, гоняю вес, держу вес. Утром-вечером, я не знаю, провожу спарринги, бег, лапы, кроссфит, качка, грэплинг, борьба. Ну, начиная с декабря месяца я готовлюсь. Улетел в Америку. Всей командой мы улетели туда. Мы провели там 40 дней. Пахали. Ну, оттуда улетели, когда в Америке все закрылось, улетели в Абу-Даби. Говорят, что в Абу-Даби. Ну, хорошо, если в Абу-Даби не запустили, мы прилетели в Дагестан. Здесь дальше готовимся. Вы мне скажите просто, куда мне улететь? Где бой будет? Просто скажите, я тоже хочу улететь и провести бой. Ну, куда? Кто мне скажет? Никто не отвечает. Никто не говорит. Ну, с одной стороны, я понимаю, что сейчас все дома сидят, некого обсудить, нечего обсудить. И для обсуждения хоть какая-то тема должна быть, чтобы людям не было скучно. Но все должно быть обосновано. И все должны понимать, что если человек что-то говорит, за ним должно быть какие-то доказательства. Или там, я не знаю, куда улететь, просто скажите мне тоже. Тоже интересно. Ну, что, кто-нибудь даст мне ответ, куда мне надо лететь? Просто, если, может, у кого-то есть информация, там, где бой пройдет, в каком формате, дайте информацию тоже, хочется узнать. Локацию, локацию, скиньте. Я-то дома сижу, так как мы прилетели с Америки, у нас карантин. Нахожусь дома, беспрерывно тренируюсь, и тренировки не останавливал. Нет, насчет Беларуси, я тоже самое слышал, но не знаю, правда, неправда. Только слышал, точно так же, как и вы, с интернета. Я-то в Беларуси поеду, но вот он же не сможет туда прилететь. Его же не выпустят с Америки. С Америки никого не выпускают и никого не запускают. Точно так же и с Россией. Точно так же и в России тоже самая ситуация. Бой совет вам всем. Я-то вам, в отличие от вас, не буду говорить, что вы должны драться или еще что-то делать, куда-то летать. Сидите дома. Не нарушайте карантин, потому что все ученые мира говорят, сидите дома. Все врачи, правительства, я не знаю, известные люди, которые могут как-то посоветовать людям, там, своим подписчикам и так далее. Ну вот, практически все говорят, что надо лучше дома сидеть и пережить эту проблему. Так что я думаю, что стоит их прислушаться. Старайтесь не нарушать, как бы вам тяжело ни было. Уделяйте время, внимание своим детям, семье своей и... И не деритесь в комментариях. Согласен, кому-то надо выходить, чтобы было есть... По-моему, в карантине и в этой самоизоляции есть четкое обозначение, с какого по какому времени, по-моему, можно выходить. Если я не ошибаюсь. И вообще, по-моему, в магазины можно, если человек не туда ума есть, конечно, он должен выйти, купить себе еду, себе и своей семье. Или там в аптеку надо, в больницу надо. Это необходимость. По необходимости ты, конечно, имеешь право. Но, в общем, просто так, я думаю, что... Лучше дома сидеть. В общем, всем салам алейкум. Берегите себя, свои семьи. Да, еще никто не сказал, никуда мне надо лететь. Просто скажите, куда... Дайте мне адрес, локацию дайте мне. Мне просто интересно, куда мне надо лететь. Я вот ему сделал эфир. Просто все мне пишут, что мне надо летать, улететь. Куда просто скажите и все. Всем хорошего вечера. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!